Санёчек, я на кухне. Смотри, что опять вытворила. Приготовлю соте. Здесь у меня болгарский перец, баклажан, картошка, морковка, лук, цветная капуста, тыква, приправка для картошки, сухой чесночок. Заправила всё подсолнечным, не подсолнечным, а вот таким маслом. Рапсовым мы едим. Нам оно очень нравится. Всё, сейчас отправим всё в духовку и буду готовить запеканку. А это что будет запеканка? Запеканка вот с творожком. Как я пеку, все всё знают. Я постоянно её выпекаю, запекаю. Нам нравится. Гляньте, чудо какое. Чудо чудное. Чудо кулинарное. Красиво, да? Прямо так вот и хочется. А запах какой, да, Саша? Перчик болтает. Попробовать. Ну, ещё не готово, конечно же. Но мысли уже об этом блюде. Скоро обед. Всем привет. В это обеденное замечательное время ходил я к маме по делам. Пришёл. И тут сюрприз, сюрприз. Сюрпризик такой вот. Видите? Овощи как утушились, утушились. Стало меньше, меньше. Никто не ел тут ничего? Нет, никто кроме тебя не приходил и не уходил. Значит так, усохли. Да? Утушились, конечно. Утушились, говорит. Овощи, это сочные, сочные. Ну, вот видите, блюдо готово. Можно его есть. Что мы будем, чем сейчас, сейчас. Чем и будем мы сейчас заниматься? Конечно же, будем пробовать вкусняшку. Вкусняшку. Тут и баклажанчики, и цветная капуста, и перчик, морковка, картошка. Всё вкусное. Вот ещё запеканочка у нас. Запеканочка. Таня говорит, горячая. Нет, она уже остыла. Творожная. Нам очень нравится. Едим мы с удовольствием. И готовим очень часто. Да, и готовим часто. С чайком, и просто так, наперекус со сметанкой. Очень-очень замечательно и вкусно. И щи дадут у меня сегодня на первое. Ну, вот уже можно выключать, подогреться. Выключай. Саша, кстати, очень вкусную гречку купил. Говорим сразу, это не реклама. А рекомендуем. Скажи, сколько стоит, сколько грамм. Да, покупал я в Златеце, ребята, тут недалеко от нас. Магазинчик есть такой хороший. Гречневая крупа. Сделана в Белоруссии. Масса 700 грамм. Стоит она рубль 80. Таня сварила. Я говорю, какая вкусная гречка. Говорит, как ты ее готовила, говорит, как всегда. Ну, может, партия еще попалась. Так что, может быть, кто-то приобретет отдельно и скажет, гречка как гречка. Так что, тут уже не обессудьте. Я тут ни при чем. Просто констатирую факт. Все может быть. Может и партия, может быть, метод обжарки, готовки, как это все назвать. Но нам очень понравилось. Санек, купи 10 пакетиков. Он говорит, есть. Купил 5 пачек. Ну, это немного. 5 и 7. 35. 3 килограмма получилось. Вот такие у нас новости. Всем пока. Приятного аппетита. Девочки, всем привет. Хочу вам показать, какую я маску сегодня делаю. Белок от яйца немножко взбила. Столовую чайную ложку сметаны с горочкой. И чайную ложечку крахмала. Все хорошо перемешала. Смотрите, получается как сметанка. И наносим на лицо. Маска чудо. Попробуйте. Я вам буду показывать, какие я сейчас маски делаю. Зимой что-то ленилась. А сейчас весна. Хочется. Хочется, чтобы я была красивой. Все. Я всегда маски делала. И буду делать дальше. Все. Сегодня такая. Ну, еще на завтра мне, наверное, хватит. Запомнили рецепт? Вы можете пропорции любые. Можете. Я белка взяла немножко. Ну, может пол яйца. Вы можете белок с яйца. Столовую ложку крахмала. Можете чуть больше. Сметаны. Как хотите. Можете на раз. Может на три раза. Я сейчас все не использую. Потому что мне это много. А завтра еще сделаю. Вот такие у меня дела. Юленька, спасибо за крем. Очень вкусный. Пахнет так хорошо. Ручки бархатные. Спасибо, моя хорошая. Всем привет. Всем добрый вечер. У нас действительно вечер. Настоящий вечер. Время 10 час. Пахнет хлебушком. Очень замечательно. На кухне тепло. Так уютно. Смотрите, какой красивый получился. Горяченький. Просто сказка. Это же надо. Я сидел, читал книгу. Перечитываю ремарка, триумфальную арку. Таня кричит. Иди, посмотри, какой хлебушек у нас. Горячая. Горячая формочка. Ну, получился, как никогда. Прямо как в магазине нашел. Ага, какой замечательный. Хорошо. Уже завтра будем пробовать. Хорошо на кухне. Тепло. И пахнет хлебом. Уютно так, по-домашнему. Дай Бог, чтобы у всех так было. Всем доброе утро. И хорошего настроения на целый день. У нас сегодня замечательный завтрак. Я приготовила кашу пшеную с изюмом и с тыквой. Добавила сливочного масла. Я себе еще немножко добавлю чуть-чуть пол чайной ложечки сахара. Потому что изюм сладкий. А может и не буду добавлять. Адыгейский сыр. Наш белорусский адыгейский сыр. Как там нам не пишут, что ваши сырыния невкусные. Вам невкусные, а нам очень смачные. Кашка смачная. Сыр смачный. Это, посмотрите, какой я хлеб испекла. До чего вкусный. На закваске. Мы вам показывали, какая буханочка была. Быстро улетела. У нас чаек. Вот такой сегодня завтрак. Приятного аппетита и нам, и всем тем, кто с нами. Завтракает. До скорой встречи. Что, девчонки и мальчишки? Масленица, масленица, масленица. Все блинчики пекут. И на листнички, и оладушки. Кто на что гораст. А я думаю, дай-ка я испеку оладушки. У меня был кефир, мука, яйцо, соль, сахар, сода. Все это перемешало хорошо. На сковородке, посмотрите, какое вкусное блюдо у меня получилось. Оладушки со сметаной, с вареньем, с чаем, с кофе, с компотом. Кто с чем хочет. И сделала к обеду салат. Пекинская капуста, болгарский перчик и зеленый горошек. Заправила все рапсовым маслом. Чуть-чуть подсолила морской соль. Вот такие приготовления у меня сегодня на кухне. Все. Всем пока. С масленицей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова